Субтитры делал DimaTorzok Мои дорогие братья и сестры, мы как мусульмане должны убедиться, что наше питание и наш заработок являются чистыми и хорошими. Это известно как халяль и таййеб. Некоторые ученые различили между этими двумя словами. Халяль и таййеб. Халяль это то, что разрешено употреблять, а таййеб на уровень выше, где вы убеждаетесь в чистоте продукта. Например, вы едите курицу, которая была зарезана правильным образом, но к этой курице относились неправильно с самого начала ее жизни до самого конца ее жизни. Возможно это и халяль, но то, что произошло, не совсем таййеб. Пусть Аллах субханаху ата'аля дарует нам возможность заботиться о благополучии этих животных, которых мы употребляем. Если вы заметите, во время жертвоприношения животных, после месяца Рамадан, спустя примерно 2 месяца и 10 дней, вы на самом деле сможете увидеть учение ислама доброго отношения к животным. То, что к ним нужно относиться правильным образом. И это вид поклонения. Вы должны следить, чтобы они были хорошо накормлены и чтобы их жажда была утолена. Также, во время жертвоприношения, вам нужно убедиться, чтобы эти животные не были неоправданно напуганы тем, что должно произойти. То есть, например, увидев нож и так далее. Мы просим Аллаха субханаху ата'аля дать нам осознать это. Все это влияет на что-то. То же самое, когда дело касается вопроса халяль. Это не только то, что вы употребляете. Это также касается ваших сделок. Если вы употребляете в пищу то, что может быть халяль, но это было куплено на деньги, которые были заработаны неправильным образом, то у этого похожий эффект. Итак, очень важно не обманывать, когда вы делаете бизнес. Не мошенничать, когда вы покупаете и продаете. Важно быть довольным тем, что мало, но чисто. А не быть довольным тем, что в большем объеме, но это не чисто, грязно или неэтично, или аморально. Пусть Аллах субханаху ата'аля дарует нам благо. Все это крайне важно, потому что мы находим, что в нашей жизни очень многое влияет на нас. Внешняя среда влияет на нас. Люди думают по-разному, делают вещи по-разному. Люди заряжаются разными вещами. Некоторым скажешь футбол, Манчестер против Ливерпуля. И они заряжаются энергией настолько, что готовы потратить большие деньги, чтобы увидеть это. Возможно, на самом стадионе. Это энергия, которую они получили. Иногда говоришь людям, что будет таравих. И они заряжаются сильно, потому что они хотят услышать слова Корана. Итак, откуда же эти силы приходят? Разная энергия. Иногда люди, собираясь совершить харамные вещи, заряжаются этим. Но когда те же вещи приходят халяльным способом, то у них на это нет сил. Иногда сон, который мы так сильно желаем. Когда такой сон? Во время намаза некоторые люди недостаточно заряжены для чего-либо, кроме самого сна. А иногда люди становятся настолько заряженными, что когда приходит время намаза, они не могут спать, не могут закрыть глаза, встают. Итак, на самом деле, многое из этого связано с тем, что вы употребляете. Многое связано с тем, что вы употребляете в пищу. Когда человек осторожен в отношении своего питания, их мысли в первую очередь о том, что же вызовет довольство Аллаха. Для них легко увидеть свет. Разницу между правдой и ложью, им очень легко ее увидеть, потому что источником полученной ими энергии было чистое начало. Это был хороший источник. И на что же эта сила уйдет? Вы на самом деле думаете, что если вы постарались заработать халяль, то Аллах дарует вам энергию, которая будет сконцентрирована на том, что является только харамом? Да, шайтан может попытаться загнать нас в ловушку, это может быть, но это не будет особенностью или качеством этого человека. Эти люди обеспокоены халяльным доходом, а значит, они обеспокоены и намазом. Не может быть, чтобы человек был сильно обеспокоен халяльным достатком, но он не был заинтересован в намазе, в молитве, не был заинтересован в других обязанностях перед Аллахом. Это принцип домино. Когда падает один, очень большой шанс, что упадут и другие. Итак, иногда это легко, как один плюс один, но они не видят свет, а вы в замешательстве и не понимаете, почему этот человек не может увидеть здравый смысл. Аллах забрал это. Знаете почему? Их не заботил халяльный чистый достаток, который был хорошим. Возможно, они заботились о том, как заработать большие суммы в цифрах и заработать большое богатство. Если это богатство было заработано чистым способом, аль-хамдулиллях, мы говорим нурун, аля нур, благо поверх благо, свет поверх света, субханаллах. Но если это богатство было приобретено плохим способом, то оно не принесет, что мы называем барака. Баракат это благо, благословение от Аллаха. Скажем, например, один человек зарабатывает 100 долларов в месяц, другой зарабатывает 1000, а еще один зарабатывает 10 тысяч. Им всем надо кушать. Субханаллах. Все они наполнят свои желудки в определенной мере едой разного качества. Но у всех у них, троих, есть духовная составляющая. И она либо заряжается, либо разряжается. С чем это связано? Это не связано с количеством достатка, а с тем, как вы его получили, субханаллах. Поэтому сахабы, ради Аллаху ангум, были очень обеспокоены халяльным и харамным. Настолько, что их сильно заботила посуда, с которой они употребляли пищу. На определенном этапе они достигли одного места и сказали о посланник, саллаллаху алейхи вассалям, эти люди, люди Писания, разрешается ли нам питаться с их посуды? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вынес для них правила. Но смысл в том, посмотрите, как их это заботило. Они беспокоились даже за посуду, с которой питались. То есть сегодня то, что мы называем тарелки и стаканы. Их беспокоило, разрешается ли им питаться из этого. Чем больше нация будет отворачиваться от беспокойства о том, является это халяль или харам, тем сильнее они попадают в ловушку шайтана в других вопросах. Пусть Аллах, субханаллаху атаалла, дарует нам защиту. Представьте человека, чья энергия получена из харама. Какой бы это харам ни был, на что вы думаете будет потрачена такая энергия? Возможно, на харамное поведение. Я даже не хочу приводить список. Ведь список большой. Какие это грехи? Ведь их очень много. Итак, чтобы мы могли заслужить довольство Аллаха, есть основа. Убедитесь, чтобы ваше питание было чистым и хорошим, халяльным, даже если этого мало. Итак, болезнь нашего времени в том, что люди любят то, что вкусно. Они говорят, это очень вкусно. Когда доктор говорит вам, что это очень плохо для вас из-за холестерина, мы слушаемся его сразу. Но когда Аллах говорит, это плохо для вас, люди говорят, ладно, я попробую. А некоторые могут сказать, ничего, я потом сделаю тауба. Это можно сказать немного лучше, а другие даже глазом не моргнут. Но мы не должны делать ни то, ни другое. Если Аллах недоволен этим, на этом все. Мы не прикоснемся к этому, не попробуем, не последуем этому, не будем иметь с этим дел. Нам это не нужно, если Аллах будет недоволен нами. Даже если у меня будет меньше, это нормально. Я знаю, будет барракад. Эти 100 долларов в конце месяца, у меня все равно еще останется, может, еще 10-20 долларов. Но человек, который заработал 10 тысяч в конце месяца, будет в долгах и ждать следующей зарплаты. Ведь он занял очень много. Знаете, что случилось? Барракад ушел. Благословения ушли. Почему они ушли? Потому что, возможно, твоя любовь к еде и ее употреблению такова, что тебе все равно, было это халяль или харам. Люди говорят, знаете, может быть, это сомнительное. Ничего страшного, я уверен. Знаете ли вы правила касательно сомнительного? В исламе говорится, есть что-то халяль и харам, это ясно. Если вы не знаете, это сомнительное. Если в этом есть разногласия, и вы в этом не уверены, то это сомнительное. Если есть разногласия, где вы уверены на 100% для вас, то это уже не разногласия. Ты знаешь истину. Может, для кого-то есть разногласия, но я знаю, это запрещено, а это точно разрешено. Но там, где есть разногласия и сомнения, в хадисе говорится, кто захотел это съесть, был готов рискнуть своей связью с Аллахом. Значит, они съели харам. Скажем, перед нами еда. Кто-то говорит, что это халяль, а кто-то говорит, что это харам. А вы человек, который вошел. И вы услышали разногласия. Если не услышали, то это нормально. Но если услышали, и вы съели из этого, тогда на что вы были готовы? Кто-то говорит, возможно, это свинина. А кто-то говорит, возможно, это говядина. Вы смотрите на мясо. Да, вроде розовое, но вроде оно и красноватое в то же время. Оно выглядит так, а вы голодный. Мясо пахнет вкусно, хорошо замариновано. Люди в другом углу едят его и облизывают пальцами. Вы говорите, точно нормально? Бисмилля. И начинаете есть. Но вы были готовы, чтобы рискнуть в вашей связи с Аллахом, в хадисе говорится. Тот, кто занимается сомнительным, несомненно попадет в харамное. А тот, кто остерегался сомнительного, тот защитил себя и его религию. Он защитил свою связь с Аллахом, субханаху ата'аля. Было ли это обязательным съесть это? Нет. Оставь это. Забудь. Скажи, я поем овощей. Пусть Аллах облегчит нам. Итак, мои братья и сестры, по прошествии времени люди становятся меньше и меньше обеспокоены. О халяле и хараме, и это пророчество. Пророка, салаллаху алейхи вассалям, придет время. Ла юбалил мару аминал халали акала амминал харам. Придет такое время, что человека даже не будет беспокоить, ест он халяль или харам. И это касается не только заклания, а также и многих других факторов. Иногда это загрязнение, иногда это доход, иногда это обман. Знаете, если вы обманули кого-то, даже просто продавая машину, вы знали, что в ней есть проблема и намеренно скрыли это, зная, что я это скрываю. Вы получили деньги, и может быть, эта сделка считается халяль, но это загрязненная сделка. Почему? В ней был обман. Ты заплатишь цену за это. Пусть Аллах простит нас и даст нам сил. Человек таков, что независимо сколько ему напоминают, он все равно склонен ошибаться и думать, ладно. Это вещи, о которых нас тоже спросят в судный день. Деньги, как ты их заработал? Это один из вопросов. В хадисе говорится, один из первых вопросов. Где ты их заработал? Куда ты их потратил? Мы хотим знать. Зачем? Почему же Аллах так строг в этом? Потому что, когда вы пришли на землю, у вас был ноль. И уходя, у вас ноль. А в середине, все, что вы получили от Аллаха, субханаху ва тааля, вы не можете сказать, я не должен говорить. Аллах говорит, мы даровали тебе, мы дали тебе жить на земле. В наши дни нас беспокоит налоговая, уверяю вас. Сегодня нам сообщили об изменениях в налогах. Как заволновались люди, что скажут, что будет. Мы потеряем наши деньги. Почему людей это беспокоит? Но когда Аллах говорит что-то, у Аллаха свои правила насчет финансов. И не только денег. Насчет финансов. Аллах говорит, будет так и так. Должно быть так и так. А потом люди говорят, я же не знал об этом. Аллах гафору рахим. Да, мы знаем, он прощающий, милосердный. Но мы также знаем, знаете что? Когда у нас есть выбор, который нам дал Аллах, и мы знаем что-то, мы должны стараться как можем. Быть как можно чище и как можно честнее. Итак, что происходит? Во-первых, это влияет на наш разум. Глаза не будут удовлетворены взглядом на свою жену. Но глаза будут довольны и рады смотреть на что-то харамное, исследовать этому и даже приступать к рамке дозволенного. Почему? Энергию, которую получил этот человек, совсем не является халяльной. Это не халяль. Поэтому говорят, когда вас не беспокоит халяль, когда вы, когда ваш взгляд не удовлетворяется, смотря на что-то халяльное, вернитесь к своему доходу, посмотрите, откуда он у вас, как вы заработали, вы должны об этом думать. Ведь почему-то меня тянет к харамному. Как так? Когда я не выполняю намаз, нет сожаления. Почему нет сожаления? Если есть сожаления, машаллах, есть что-то хорошее. Но если нет сожаления, вас должно это беспокоить. Придет день, когда ваши глаза закроются. Это сожаление хотя бы признак имана. Если человек пропускает намаз и сожалеет об этом, это признак, что он знает, что он должен его выполнять. Что у него есть Господь, который либо наградит его, либо накажет и будет стараться поддерживать эту связь. Пусть Аллах простит наши недостатки. А что еще хуже, чем просто следование тому, что является харамным в плане, знаете, в плане противоположного пола или аморальности. Это то, что разум загрязнен. И это все чаще и чаще. Когда люди говорят, это хукамат Аллаха, Аллах говорит. Но этим людям это не кажется разумным. Почему? Разум питается тем, что является харамным. Как же это покажется им разумным? Ведь халяльного питания не было. Иногда говоришь людям, это закон Аллаха, субханаху вата'аля. Они начинают высказывать свое мнение, ауузу биллях. Говорят, я этого не понимаю, это не имеет смысла, это уже неприменимо. Пусть Аллах простит нас. Многое из этого, не все, но многое из этого возвращается к доходу, к тому, что мы едим. Система нарушена. То же самое, когда у вас машина, которая должна ездить на дизеле. Залейте в нее бензин и скажите, что будет. Или наоборот, скажите, что будет. Или залейте в нее воду и посмотрите, какие будут выхлопы. Пусть Аллах простит нас. Мы в Зимбабве лучше знаем об этом, потому что когда у нас не хватало бензина, нам доливали воду. И с нашим транспортом были проблемы. Мы знаем, как это происходит. Пусть Аллах дарует нам прощение. Наши системы намного сложнее автомобилей. Мы должны заливать бензин, а мы заливаем дизель. Извините, не пробуйте пить бензин, я просто привожу пример. Но мы имеем в виду, что вы должны есть халяль, но вас это не беспокоит. Это влияет на всю вашу систему. Это влияет на все. Разум, мысли, возможно, поражены больше всего. И поэтому иногда вы находите людей, которые не понимают, как я уже сказал, здравый смысл становится уже не таким здравым. Почему? Почему? Потому что питание было неправильным. Пусть Аллах облегчит нам. И как же нам дальше быть? Мы хотим, чтобы у нас не было прилива сил, когда дело касается харамного, и не хотим истощения сил, когда дело касается обязательного. Говоря, ладно, там посмотрим, что-то не так. Вы должны вставать. У вас должен быть интерес. Вам должно это нравиться, ведь это связь с Аллахом. Как одеваться? Когда вы покрываетесь, и это дает вам настроение, вы знаете, что у вас есть связь с Аллахом. Когда вам нравится покрываться больше, чем нравится оголяться, ваша связь с Аллахом лучше. Но когда вам нравится оголяться больше, чем покрываться, что-то еще должно измениться в вашей связи. И это должно улучшиться, иншаллах. Пусть Аллах дарует нам скромность и сдержанность в одежде, мужчинам и женщинам. Амин. Но все это возвращается к тому, что вы чувствуете. Итак, если мы сидим перед телевизором, смотрим фильм за фильмом, и нам это нравится, а когда вы сидите, читая Коран, 10 секунд, и вы уже зеваете и ленитесь, думаете, что-то не так, что-то не так в вашей системе, идите и очистите ее. Все. Субханаллах. Пусть Аллах облегчит нам. Я могу привести вам много примеров, даже которые мы слышим. Мы не хотим слушать Коран, а все остальное хотим слушать, и нам нравится, вам нужно задуматься. Почему это так? Это происходит с тобой по причине. Вернись и задумайся о своем доходе. Возможно, вы не платите закят правильным образом. Это еще один момент. Если у человека есть 100 долларов, например, и у него есть нисап, и он должен выплачивать закят. 100 долларов, которые он заработал, 2,5% принадлежат Аллаху. Если ты съел это, то ты съел то, что тебе не принадлежит. Что произойдет? Похожий эффект. Ты съел закат, а он принадлежал Аллаху. Удивительный аят. Аллах говорит, этот закат, который ты возьмешь у них, возьми его у них, это очистит их. Это как промывка двигателя. Закат – это как промывка двигателя. Вы заливаете это в систему, и двигатель чистый. И все. Аллах говорит, ясно, это садака. Это очистит их. Это очистит и возвысит их, субханаллах. Нам нужно научиться отдавать, помогать. А сомнительное нужно оставлять. Пусть Аллах дарует нам баракат. Знаю, что в наши времена может быть самые сложные испытания в этой стране. Но дающий нам риск пропитания – это Аллах. Тот, кто владеет нашим уделом, только Аллах, субханаху ва-та'аля. Пусть Аллах, субханаху ва-та'аля, дарует нам баракат, откроет нам двери. Я говорил, решение этого, во-первых, мы должны просить прощения у Аллаха. Мы должны сильно стараться получить довольство Аллаха. Зарабатывать халяльным образом. Мы должны сильно стараться. Иногда мы можем ошибаться тут и там. Пусть Аллах простит нас. Но когда мы делаем это зная, намеренно, тогда это становится проблемой. Пусть Аллах придаст нам сил, как я и говорил. Мы извлекли это из стараний сахабов, из их обеспокоенности, рады Аллаху ангум, о том, что халяль и харам, и это, несомненно, является вдохновляющим моментом для нас. Пусть Аллах благословит всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok